Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха. И в сегодняшнем видео я хочу еще раз поделиться своими знаниями по поводу программы ChessBase 13. Многие меня просили сделать видео обзор. Ну тогда я делал на программу ChessBase 11. Сейчас же у нас самая актуальная считается версия ChessBase 13. Поэтому в сегодняшнем видео вы узнаете, как пользоваться этой программой, как создавать с помощью нее базы, как производить поиск по нужной вам позиции, значит, как комментировать, как добавлять текстовые комментарии, как добавлять графические комментарии. Также, соответственно, вы узнаете, как пользоваться этой программой с нуля, как подключить к ней движки, как настроить использование дебютной книги и многое другое. Поэтому, кому это интересно, присаживайтесь поудобнее. Кому не интересно, соответственно, закрывайте видео. Ну что ж, для того, чтобы нам пользоваться этой самой программой ChessBase 13, а программа ChessBase это необходимая сейчас программа для любого шахматиста, который более-менее занимается, скажем так, шахматами профессионально, либо полупрофессионально, поскольку она позволяет очень удобные инструменты, предоставляет для именно создания баз, для работы с базами и, соответственно, для построения своего дебютного репертуара. Ну что ж, давайте по порядку. Значит, что нам для этого нужно? В этом видео, понятное дело, я не буду приводить ссылки на всякие пиратские ресурсы, где вы можете скачать данную программу, а также как ее «крякнуть», то есть превратить, скажем так, в «лицензионную», в кавычках. В этом видео пойдет именно речь о том, как пользоваться программой и как подключать к ней различные базы и движки. Ну что ж, приступим. Значит, есть у меня программа ChessBase 13. Соответственно, я сейчас для этого видео убрал из нее русский язык, то есть вы также узнаете, как программу эту русифицировать. Значит, вот видите, что сейчас программа полностью на английском. Также, соответственно, я убрал отсюда движки, как мы видим, движков у нас тоже нет. И также я убрал дебютную книгу, то есть мы видим, что дебютной книги тоже нет. Поэтому мы сейчас вместе с вами, как будто вы сейчас скачали эту программу, вот она у вас на английском открыта, и сейчас мы с вами пошагово будем с ней работать. Ну что ж, для начала, скажем так, чтобы нам было понятно, ну, есть те, кому и на английском, в принципе, все понятно, но думаю, что большинству приятно, что программа у нас будет на русском. Народные умельцы с портала immortalchess.net давно сделали русификатор. Русификатор у нас находится вот в такой вот папочке, если вы его скачаете. Он называется Чехия, то есть чешский язык. И здесь, как мы видим, файлы, которыми нужно просто добавить в папку языков программе. То есть мы эту папочку копируем, заходим в корневую программу, где у нас находится наша программа, значит, C, Program Files. Ну, у кого 32-разрядная, значит, ChessBase, но хотя это каменный век, думаю, что у всех сейчас 64-разрядная, то вы заходите в папочку Program Files x86, или просто Program Files, если у вас 32-разрядная операционная система. Значит, либо Program Files, ChessBase. Здесь мы видим 5 папок 3D, ChessBase 13, Default CKO, Engines и Sounds. Ну, об этом речь пойдет немножечко позже. Сейчас же мы с вами открываем корневую папку ChessBase 13 и находим здесь, значит, папочку Misagis. Вот такая вот папочка Misagis. Мы ее открываем, копируем, и видим здесь вот как раз файлы, что нидерландский, итальянский, французский, испанский, английский, значит, немецкий и все. Мы эту папочку копируем, вставляем, подтверждаем, что мы администраторы. Вот у нас добавляется вот эта самая папочка Чехия. Все, закрываем. Значит, теперь, соответственно, перезапускаем нашу программу. Открываем, значит, еще раз ChessBase 13. Теперь заходим, значит, в файл. Здесь находим, значит, у нас Options, папочку, вот видите, с ключиком. И здесь у нас, видите, все на английском. Теперь находим вкладку. Ну, у вас может быть открыта вот такая вкладка. Находим папочку Language, что означает язык. И вот здесь вот в программу Language, видите, у меня сейчас English, English, ставим как раз нашу Чехия, которую мы с вами добавили. До этого у нас это его не было, вот этого Чехия. Ставим здесь Чехия и здесь ставим Чехия. Все, Apple нажимаем применить. Окей. И вот, как видим, у нас по мановению волшебной палочки вся программа у нас стала русифицированная. То есть файл, главное, отчет, обслуживание, клауд. Ну, клауд, это нам не обязательно переводить. Это облако, вид и помощь. Итак, программа русифицированная, в принципе, с ней можно работать. Теперь, что нам нужно для программы в первую очередь? Конечно же, это нам нужен движок. Чтобы нам найти движок, в принципе, я могу вам показать. То есть, так как движки находятся у нас в свободном доступе, мы заходим, значит, в наш браузер, открываем Google и пишем скачать Stockfish 7. Сейчас это, на данный момент, самый лучший, мощный, бесплатный движок. Вот, открываем первую ссылочку. Соответственно, я уже это скачал, мне это делать не нужно, но вот здесь вот вы можете скачать 100. Stockfish 7 для Windows, для Mac, для Android и для Linux. Есть также другие версии. То есть, вы скачаете сразу же, нажав на кнопочку «Download», две версии у вас будет для 32-разрядной операционной системы и для 64-разрядной операционной системы. Значит, мы это дело закрываем. Теперь, значит, вот, когда вы скачаете, у вас будет здесь папочка Stockfish. Здесь вот у меня сейчас, видите, один движок, потому что 32-разрядная версия мне не нужна. Итак, нам нужно подключить вот этот самый движок к нашей программе. Как это сделать? Мы открываем нашу программу, значит, нажимаем «Доска», у нас появляется «Доска». Теперь, здесь вот мы видим вкладку «Загрузить движок» для анализа партии. Пока нам это не нужно. Это управление движками. А вот как раз маленький, то есть вы можете просто запутаться, что вроде «Загрузить движок» это значит «Загрузить движок». Но нет. Нам нужно подключить UCI движок. Вот эту вот, видите, такая вот вкладочка. Нажимаем на нее, и здесь нам предлагается выбрать файл с расширением «Экзе». И, конечно же, мы выбираем, значит, этот самый наш файл. Вот он, Stockfish 7. Открываем. Все. Здесь вот, видите, автор появился, имя. И нажимаем «Ок». Все. Теперь у нас движок появился. Значит, если... Таким же образом вы можете добавлять хоть комода, хоть рыбку, то есть любые другие движки с форматом «Экзе». Далее, чтобы управлять этими движками, вы можете нажать кнопку «Управление движками». Вот здесь вот вы видите у меня активные движки «Фриц 11» и «Стокфиш 7». Значит, «Загрузить движок». Также вот мы видим, есть «Фриц 11» и «Стокфиш 7». Ну что ж, нажимаем мы «Стокфиш 7» и нажимаем, соответственно, «Ок». Все. Как мы видим, у нас пошел движок работать. По кнопочке «Главный движок» мы его включаем и по кнопочке «Главный движок», соответственно, так вот, что-то он у нас с вами не очень-то прогрузился. Нам надо поставить еще вкладочку «Главный движок». Вот это я забыл вам показать. Так, давайте закроем движок. Значит, «Управление движками». Поставим активные движки, значит, «Стокфиш». Так, и вот немножечко я сам подзабыл, как нам поставить... А, вот, все, вспомнил. Итак, «Стокфиш 7» мы ставим, значит, «Подробнее». И вот здесь самое главное, нажимаем «Стандартный движок». Вот эту галочку ставим, то есть это движок, который у вас будет загружаться по умолчанию, по нажатию вот этой самой клавиши. Значит, «Главный движок». Теперь по нажатию клавиши «Главный движок» у нас включается, видите, и выключается. Все очень удобно, одной клавишей. Значит, теперь нажимаем «Загрузить движок», «Подробнее». Также здесь мы можем настроить хэш. Ну, хэш сразу ставим на максимум, хотя программа потом сама решит, сколько ей нужно выделить. Значит, «Окей». Еще что здесь хочется сказать. Вот здесь вот мы видим с вами, что «Стокфиш 7» работает с 2 КПУС. По умолчанию работает 2 КПУС, то есть задействует одно ядро. Значит, если у вас 4-разрядный, значит, ну, то есть если одноядерный, то он будет показывать, например, 2 КПУС, если задействует. Если 2 ядра, как у меня, например, то должно показывать 4 КПУС. Если, соответственно, у вас 4-разрядный процессор, то будет показывать, должно, 8 КПУС. Но, как ни странно, «Стокфиш» по умолчанию этого не понимает. Ему это нужно настроить. Итак, нажимаем «Загрузить движок», нажимаем «Подробнее», «Параметры движка», и вот здесь вот вкладка «Трэдс 2», видите, стоит. То есть нам нужно поставить, для моего случая, 4. Для вашего, например, случая, вы ставите 8. Я ставлю 4, значит, нажимаю «Окей». Нажимаю «Окей». Нажимаю «Окей». И теперь проверяем. Видите, у меня появилось 4 КПУС. Теперь у меня движок работает на максимальной, скажем так, для моего процессора мощности. Так, вот я здесь вот разъединение, надо нажать просто. И видим, допустим, вот поставим, например, ему какую-нибудь позицию. Давайте вот поставим, например, из итальянской партии позицию. Вот он у нас начинает считать. И видим вот здесь вот у нас глубина. Как мы видим, вот это вот КПУС. Соответственно, чем больше число задействованных, скажем так, ядер процессора, то тем больше у вас будет это число. И тем быстрее ваш движок будет считать варианты. И качественнее, понятное дело. Ну что ж, думаю, с этим разобрались. Движок мы с вами подключили. Теперь, для того, чтобы нам с вами комфортно работать в программе ChessBase, нам нужно еще подключить дебютную книгу. Значит, книга. Книгу вы также можете скачать, значит, на сайте immortalchess.net. Либо, значит, я оставлю ссылку в описании к этому видео, где вы сможете из облака, так как у меня эта книга находится в облаке, вы, соответственно, сможете скачать эту книгу. Здесь же просто я скажу, что надо нажать «Загрузить книгу». Значит, теперь указать адрес. У меня это в облаке, она находится на Яндекс.Диске. Здесь вот я сейчас ее специально убрал в новую папку. И вот она называется «Imortal 2012A Final Way 4». Вы ее открываете. И здесь нам нужен вот этот файл ктг, который программа сама распознает. Программа, значит, вот эта самая папочка весит примерно 3,5 гигабайта. Нажимаем «Создать», «Открыть». И вот, как мы видим, здесь у нас появляются уже рекомендации. Здесь в данной позиции играют «Слон Б4 шаг», либо «Слон Б6», что считается неудачным ходом. Как вы видите, программа выделяет это красным. Ну, если вернуться в самый назад, то, соответственно, вы можете увидеть целое дебютное дерево, которое предлагается. То есть видим, что красными это считаются ходы, как бы так, первые неудачные, которые плохая статистика. Соответственно, также вот «Н» вы можете видеть число партий, которые находятся в базе, на основании которых составлена вот эта самая дебютная книга. И, соответственно, статистику. Процент, как мы видим, вот здесь вот побед. Средний рейтинг и перформанс. Ну что ж, думаю, здесь тоже достаточно все понятно. И теперь, когда мы с вами подключили дебютную книгу, а также движок, мы уже с вами можем подключать, соответственно, открывать файлы и анализировать. Теперь, соответственно, я покажу, как надо анализировать, как добавлять какие-то свои текстовые комментарии, как показывать какие-то, скажем так, вот стрелочками, как я делаю обычно в своих видео, показывать какие-то примечания. Соответственно, давайте продолжим. Ну что ж, прежде чем продолжить, надо нам с вами понять, с какими файлами работает программа ChessBase. Она работает с форматами CBH. Это формат, который создан специально для этой программы, значит, в котором указаны, можно прописывать там всякие ключи, значит, дебютные, также, соответственно, имена игроков, осуществлять поиск по игрокам, но об этом немножечко попозже. Итак, CBH это примерно то же самое, что, например, формат PSD для фотошопа. То есть это собственный формат программы. Также вам может встретиться формат CBV. Это то же самое, что CBH, но только запакованное в архив. И, соответственно, вам может встретиться и формат PGN. PGN это самый распространенный формат, который сейчас поддерживает все практически игровые порталы. Вы можете скачать свою партию в этом формате PGN и, соответственно, открыть с помощью вот этой самой ChessBase. Ну, например, вот у меня много, скажем так, этих файлов PGN-овских. Вот, допустим, например, у меня есть вот принятый ферзевый гамбит, например, который я набивал. Вот здесь вот вы видите все видео, которые вышли по данному дебюту, значит, которые у меня есть. И вот этот самый формат PGN мы открываем и вот, соответственно, можем смотреть с любого момента, подключать движок. Соответственно, также мы можем использовать дебютную нашу книгу, которую мы с вами подключили. Например, после хода 6-го с ломб 3 нажимаем книга и видим все варианты, которые нам предлагает книга. Очень удобно. Конь C6 считается, видите, самый сильный ход. Так играли 172 раза. Процент 56%. Средний рейтинг 2625, перформанс 2594. И также играли слоны в 5 пореже 29 раз и процент, как видим, ниже. E6 и C5 играли один раз, но, как мы видим, написано красным, значит, статистика для черных неутешительна. Ну ладно, что-то мы немножечко отвлеклись. Итак, допустим, с форматами мы с вами разобрались, да, то есть cbh, cbv и pgn. Допустим, нам надо написать, что слон b3 и, например, что белые планируют сыграть, например, конь e2 и потом уйти в короткую рокировку. Для этого мы нажимаем просто правой клавишей и указываем текст после хода. И, соответственно, выбираем язык все, значит, чтобы у нас не было никаких проблем и, например, пишем, что белые значит, планируют сыграть, ну, например, просто укажем два ноля после предварительного конь e2. Вот так, например. Нажимаем окей и, соответственно, видим, что у нас появляется данный комментарий. Также, соответственно, вы можете, например, до хода написать какие-то свои комментарии. То есть здесь уже текст до хода и, например, напишем, что данный вариант это вариант принятого ферзевого гамбита. Ну, просто какую-то чушь от себя вот так напишем, например. Нажимаем окей и, соответственно, видим, что это появляется у нас до хода. Теперь, соответственно, когда вы набиваете партию, давайте разберемся с вводом вариантов. Не сохраняем, нажимаем доска. Итак, например, мы набиваем сами партию e4, допустим, d5, например, скандинавская защита, значит, ed, конь f6, допустим, d4. И, например, мы хотим не d4 показать, а еще вариант, например, конь f3. Для этого мы просто нажимаем клавишу назад, либо колесико мышки вниз, и вводим другой ход конь f3. И программа здесь сразу сама предложит ввести новый ход. И здесь мы нажимаем новый вариант. Новый вариант, и видим, у нас новый вариант идет в скобках. конь f3, и теперь мы можем продолжать, например, слон g4, допустим, слон e2, а6, ну, просто отсебятину какую-то, и видим, что этот вариант идет в скобочках. Соответственно, чтобы вернуться к основному варианту, мы щелкаем вот на этот основной ход d4, и далее продолжаем вводить позицию g6, и видим, что у нас уже идет это основным жирным черным шрифтом. То есть, таким образом мы можем с вами набивать варианты, то есть, побочные ходы. Ну что ж, здесь, думаю, с вами тоже мы разобрались. Давайте теперь, например, откроем любую какую-нибудь, ну, тот же принятый ферзевый гамбит, и разберемся теперь с маркерами. То есть, как ставить комментарии. Например, откроем ферзь a4, значит, шах, и покажем, что королю грозит шах. Итак, честбейс позволяет работать с тремя цветами, как в светофоре. Красный, значит, желтый, и зеленый. Как это осуществляется? Вы зажимаете клавишу Alt, то есть, вот сейчас я зажал клавишу Alt, и зажимаете левую клавишу мыши, то есть, нажимаете вот на поле a4, и ведете до, соответственно, поля e8. Не отпуская Alt, отпускаете клавишу мыши, и видим, что у нас стрелочка от поля a4 к полю e8, провелась вот такая вот зеленая стрелочка. Это если вы нажимаете, соответственно, и ведете. Таким же образом, если вы еще раз проведете, стрелочка исчезнет. Если же вы просто щелкните на поле, зажимая клавишу Alt, то у вас это поле, как видим, подсвечивается зеленым цветом. Это если вы зажимаете клавишу Alt. Теперь, если вы зажимаете две клавиши Ctrl-Alt, таким же образом нажимаем, зажимаем, значит, клавишу мыши, ведем по доске, получаем желтую стрелочку. Соответственно, еще раз проводим, исчезает. Не отпуская клавиш, щелкаем по полям, значит, и у нас, как мы видим, поля становятся желтого цвета. И, наконец, третья комбинация, это Shift-Alt. Точно так же вы держите, проводите стрелочку, у вас красная, значит, и, соответственно, щелкаете по полю, и у вас тоже, как мы видим, поле становится красным цветом. Таким образом у нас добавляются вот эти самые, скажем так, цветные аннотации, цветные пояснения, которые лучше позволяют понять происходящее на доске. Ну что ж, здесь, думаю, тоже мы с вами разобрались и все понятно. Значит, комментарии мы с вами разобрались, как делать. Также мы с вами разобрались, как делать цветные, вот эти самые примечания. Теперь, что нам еще может понадобиться? Значит, ну, еще может понадобиться, то, что программа по умолчанию не показывает вот эти самые дебюты. Видите, она показывает индекс и что было сыграно. То есть, что нам для этого нужно сделать? Давайте, например, открываем новую доску и вот здесь вот во вкладке вид вам надо поставить галочку статусная строка. По умолчанию она не стоит. Вот эту самую клавишу, значит, галочку статусная строка вы ставите и, соответственно, после этого, когда вы начинаете вводить партию, например, Е4, Е5, конь F3, конь C6, слон C4, слон C5, сейчас нам должно показать, что это будет итальянская партия. Значит, продолжаем вводить C3, вот, видите, C53, итальянская партия. То есть, программа будет сама распознавать дебют и показывать вам это вот здесь вот внизу. Ну что ж, думаю, здесь тоже все вам достаточно понятно. Значит, теперь разберемся, как создавать, например, свои базы, как копировать партии в базу. Ну, здесь, я думаю, вы сами можете разобраться, но все-таки я сделал этот туториал максимально полным. Значит, файл, и здесь, соответственно, вы можете нажать создать и база. Как я уже сказал, здесь вот вы можете создать базы партии в формате CBH, PGN. Это самые две основных формата. Остальные форматы, скажем так, уже вот эти базы партии OOT, они уже давно не применяются. Ну, формат книги вам тоже это особо не нужно. Вам нужно CBH либо PGN. Значит, если вы создаете в формате CBH, то у вас база становится наиболее полной. Там можно работать, значит, осуществлять поиск по имени, по дебютным ключам, и по другим ключам, которые вы сами закладываете в эту программу, либо по GN-файлс. Но по GN-файлс позволяет осуществлять поиск по позиции, но, скажем так, у него возможности гораздо ниже, нежели у формата CBH. В чем недостатки формата CBH? В том, что чтобы сохранить какую-то одну, например, свою партию, в этом формате у вас будет создано несколько дополнительных файлов. То есть, примерно, например, 8 файлов будет, помимо файла CBH, находиться в папке. PGN-файлс же занимает всего лишь один файлик, причем он очень мало весит. Поэтому именно PGN-файл и используется сейчас во всех, скажем так, шахматных порталах в интернете. Ну что ж, думаю, здесь тоже все понятно. Теперь, например, открываем, допустим, мега-базу. Да, еще вот хочется сказать, что мега-база, соответственно, вы тоже можете ее скачать по запросу Google скачать мега-датабейс, например, 2016 либо 2015, какой найдете. Но сейчас самый новый 2016 без базы сейчас никуда. Она содержит все партии, которые были сыграны на момент до 2016 года. Как мы видим, здесь у меня 6 миллионов 466288 партий. Значит, что нам нужно также для нее сделать, когда вы ее скачаете? Вы кликаете правой клавишей мыши, нажимаете свойства и здесь вы ставите галочку справочник. Вот этот самый справочник, это означает то, что вот эта база у вас будет использоваться по умолчанию для справочника, то есть для поиска. И сейчас мы с вами посмотрим, как это работает. Нажимаем ОК. Значит, теперь нажимаем, например, доска. Вот здесь вы видите, в этой вкладке, что у меня появилась мега-датабейс 2016. Я поставил в виде справочника именно эту базу. И теперь, если мы набиваем мой любимый вариант, например, итальянскую партию, ту же самую, давайте, c3, конь f6, d4, взяли, взяли, слон b4, шах, конь c3, конь бьет E4. Теперь, когда мы нажмем жесткий диск, ну, онлайн, понятное дело, что можно соединиться с сервером и искать текущую позицию. Но жесткий диск, это как раз означает вот эту самую мега-датабазу, которая у нас находится на жестком диске. Мы нажимаем жесткий диск, значит, ну, создать ускоритель поиска, соответственно, вы можете создать ускоритель поиска, значит, и теперь вот у нас программа будет искать вот эти самые партии. Здесь, как мы видим, партии не найдены, но это полная чушь, нужно немножко подождать, то есть программа просто думает. И вот, как мы видим, найдены у нас партии. Здесь вот у вас вверху показывает, что какие были ходы, соответственно, сколько партий, вот видим, что количество их растет, просто программа еще пока работает, вот 1385, рокировка 1520, 1679, соответственно, также здесь мы можем видеть все партии, сыгранные в данном варианте. То есть от, соответственно, грека, начиная с 1620 года. Как мы видим, у нас по умолчанию идет сортировка по году, то есть в конце, если мы листанем, то увидим, что 22 сентября 2015 года игралась партия, как вот мы видим, здесь вот еще Пинтер, Боросса играли, рейтинг 1160, это, конечно, о многом говорит, рейтинг белых 2089. Понятное дело, что по году, например, не очень удобно осмотреть партии сильных шахматистов. Поэтому, если вы хотите смотреть, как выигрывали белые, вы нажимаете, соответственно, вот здесь вот, значит, ЭЛО, если мы здесь расширим, ЭЛО белые. Также, соответственно, если вы смотрите за черных, то ЭЛО черные. Когда вы нажимаете на ЭЛО белые, видите, у вас автоматически сортируется в порядке убывания по рейтингу и по значимости. То есть, Гашимов, Домингес, два элитнейших красмейстера. Гашимов, к сожалению, уже у нас умер и сейчас проводятся мемориалы, посвященные этому замечательному красмейстеру. Ну вот, в 2010 году игралась партия Гашимов-Домингес. Вы можете два раза на нее щелкнуть, и эта партия загружается. Видим, что та самая позиция, которую мы поставили, она и находится. И, соответственно, вы можете посмотреть, как закончилась эта партия между двумя элитными шахматистами. Игралась она в рапиде и закончилась в ничью. Таким образом, набивая варианты и осуществляя поиск по, значит, вот в этой самой мегабазе, вы можете смотреть партии сильных шахматистов как за белых, так и за черных и формировать соответственно свой дебютный репертуар. Ну что ж, здесь, думаю, тоже все достаточно понятно. Осталось только нам понять, как работать со справочником, то есть с самой мегадатабазой 2016. Итак, закрываем все это хозяйство наше. Значит, теперь открываем мегадатабазу. Вот у нас открылась эта мегадатабаза. и теперь, допустим, нам необходимо найти партии 2008 года. Ну, давайте, например, не 2008, а, например, играл, например, Каспаров. И нам надо найти партию, которые закончились матом. Что нам для этого нужно сделать из такого огромного количества? Значит, мы нажимаем правой клавишей правка и нажимаем фильтр партий. После фильтра партий у нас появляется вот такая вот замечательная табличка, где вы можете настроить все, что вашей душе угодно. То есть, здесь вы можете сортировать партии по году, по, значит, индексу шахматному, по ходам. Также, соответственно, вы можете формировать партии по LO, то есть, поставить не ниже, например, такого-то уровня, чтобы партии нашлись, и по результату. Как мы видим, 1.0, 0.1, значит, просто без результата. Значит, мат, пат и шах. Соответственно, также, здесь вы можете найти партии с текстом, то есть, прокомментированные, хорошие партии. Ну, и так, мы видим, вот здесь вот вы можете сами разобраться, сколько здесь программа предлагает огромное количество возможностей. Также, соответственно, по комментариям, по позиции, но по позиции я вам покажу попозже, как осуществлять поиск. Значит, это второй способ, то есть, когда вот мы с вами открыли доску, набили, значит, позицию и установили в качестве по умолчанию вот эту самую мегабазу и нажали кнопочку, кнопочку жесткий диск и у вас осуществился поиск. есть второй способ, о нем я тоже покажу. Соответственно, также вы можете фильтровать партии вот здесь вот по медалям, то есть, найти партии с жертвой, там, где защита была или где материал, фигурная игра, эншпиль, зевок, стратегическая ошибка, то есть, все, что душе угодно. Программа позволяет просто широчайшие, предоставляет широчайшие возможности для работы с базами. Ну что ж, давайте попробуем. Итак, белыми играл, например, у нас Каспаров. Значит, набиваем, естественно, латиницей, потому что база вся у нас набита латиницей. Значит, игнорирует цвета галочку убираем, чтобы у нас именно белыми играл Каспаров. Также, соответственно, год указываем, например, 1989, да, как мы с вами договорились. Значит, и здесь тоже указываем, соответственно, чтобы нам только 1989 год указал, понятное дело, здесь тоже надо указать 1989. Если вы хотите какой-то диапазон, то понятное дело, что вы здесь можете выставить любой диапазон, который вам нужен. Итак, ставим 1989. Теперь, соответственно, ELOM, если вам не нужно, мы ставим нет. И, например, мат. Мы хотим найти партии Каспарова, игранные в 1989 году и которые закончились матом. Если такие есть, то нам найдет, если нет, то попробуем просто 1-0. Ну что ж, нажимаем ОК. Значит, замучивает от создатель ускоритель поиска. И вот у нас пошел процесс. Итак, вот здесь вот мы видим, что у нас нашлось две партии. Каспаров играл с Камским, значит, в 1989 году и Каспаров играл с Литтерманом. Например, открываем партию с Камским и видим, что партия действительно закончилась матом. Но здесь программа распознает не просто мат на доске, а, как мы видим, значит, то есть здесь просто до мата у нас... Ну, кстати, не очень понятно, почему здесь партия... то есть может быть еще... Видите, что программа и может ошибаться. То есть здесь, как мы видим, не мат на доске, но программа почему-то посчитала, что это мат. На самом деле, это, конечно же, не мат. После СО Король-Х7 Король где-то еще на Ж5 может убежать. Ну, ладно, посмотрим тогда вторую партию, которую нам нашлось. Да, видите, что программа все-таки немножко подглючивает, но здесь, как ни странно, вообще нет ни одного хода. А, вот, все, это просто уже, видите, это просто, да, глюки программы. СОН-Х5 мат, то есть именно матом закончилась данная партия. Ну, вот, немножечко, да, бывает подглюкивает программа, видимо, из-за того, что база очень большая и вот самые вот эти запросы она обрабатывает несколько, скажем так, иногда некорректно. Ну, здесь, в данном случае мы видим действительно, что мат на доске. Соответственно, если мы закрываем это все хозяйство, открываем опять мега-дата-базу. и давайте второй пример и после этого подведем итоги. Здесь уже, я думаю, вам все понятно. Значит, нажимаем также правка, фильтр партий и, допустим, наберем партии не Каспарова, а Карпова. Значит, Карпов. Значит, допустим, играл он в 1900, например, 86-м году. с рейтингом, допустим, так, обе. Здесь я не очень понимаю, как здесь с рейтингом работать, то есть программа здесь начинает немножко глючить. Давайте мат уберем, допустим, Карпов. Давайте не белыми, давайте Карпов пускай играл черными. Значит, если вы галочку не убираете, игнорировать цвета, то программа у вас найдет как за белых, так и за черных. Поэтому эту галочку нужно убирать, если вы хотите именно за черных. То есть черные, Карпов в 1986-м году. Значит, и давайте тоже попробуем мат. Черные поставили мат. Ну что ж, нажимаем ОК. Видите, что программа немножко подглючивает. Этот вопрос больше не задавать. Она мне уже задает десятый раз. Я ставлю галочку Да, но все равно она, как мы видим, настойчиво предлагает создать этот самый ускоритель поиска. Ну и видим, что партий с матом у Карпова нет. Соответственно, чтобы нам составить другой запрос, опять же, создаем, например, правка, фильтр партий. Ну и попробуем Карпова не мат, а 0.1. То есть, где Карпов победил в 1986-м году. Нажимаем ОК. Замучивает этот ускоритель поиска. Ну и теперь, соответственно, вот. Видим, что партия у нас очень быстро находится. Результат 0.1. Все партии Карпова соответственно, вы можете видеть. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, чтобы обзор был наиболее, скажем так, полным, это вариант по позиции. Значит, вы, например, ставите доска, вводите любой вариант, допустим, конь C6, слон C4, например, конь F6, защита двух коней, допустим. Значит, теперь сворачиваете, открываете мега-дата-базу, теперь правка, фильтр партий, и вот здесь вы можете добавить сразу вкладку позиция, то есть, это второй, скажем так, у нас случай, позиция, и у вас должна обязательно быть открыта доска. Для чего мы это делали? Что вы видите, у нас параллельно открыта вот эта самая доска. Потому что нажав на кнопочку доска, мы получаем вот эту самую позицию. И здесь мы уже соответственно можем настроить также медали, маневры, и все прочее. То есть, помимо позиции, которую мы с вами уже настроили, например, конь F6, давайте попробуем найти, например, лучшая партия и жертва. Итак, нажимаем ОК. И как мы видим, в данном списке партии отсутствует. То есть, вот, немножко программа, как мы видим, вот с этими самыми ключами подглючивает. Ну, ладно, думаю, дальше вы сами разберетесь. Все, что нужно, я вам объяснил с самого нуля. То есть, мы с вами сначала, как вы видели, у меня партия была англоязычная, без движка, без, значит, соответственно, книги. В процессе данного видео мы с вами русифицировали программу, подключили к ней движок, как мы видим, это по умолчанию Stockfish 7. Поставили по умолчанию теперь, чтобы у нас были задействованы все ядра. Как я сказал, у меня двухядерный, поэтому 4 КПУС. Если у вас четырехядерный, то вы ставите 8 КПУС. Также, соответственно, мы с вами настроили дебютную книгу. Ну, единственное, что еще, наверное, можно сказать, это в настройках. Файл, настройки. Здесь вы, соответственно, также можете настроить все, что вашей душе угодно. То есть, нотацию, фигурную, либо, как вот видите, у меня русская нотация. Также, соответственно, движок вы здесь можете настроить именно через настройки. Значит, ну и далее, все, что касается, здесь особо вам ничего уже и не нужно. В принципе, кому интересно, вы уже можете над этим поработать самостоятельно. Основы я вам показал, дал, поэтому все остальное в ваших руках. Ну что ж, если видео вам понравилось, то поставьте ему лайк, напишите комментарий. Думаю, давно такого обучающего видео не было подробного. С вами же был комментатор Олег Сломаха. Всем спасибо и всем пока.